На этом видео я хочу без Раташем перевести следующее благословение из наших седуров. Броха Элокай Нишамашина Татаби. Бог мой, душа, которую ты мне дал, чиста. Это благословение, по многим мнениям, следует сделать сразу же после Брохи Ашер Яцар. И так напечатано во многих седурах. И причина в том числе состоит в том, что в этом благословении нету молхут. Мы обсуждали с вами, что обычно благословение должно иметь упоминание, что Всевышний владыка Вселенной, Мелаха Улам. Но есть Брохи, которые идут в серии с другими благословениями. И тогда молхут только обычно в первом благословении, а в следующих уже молхут не упоминаются. Вот, например, благословение Нашма. Первое благословение упоминает Мелаха Улам, а второе, и потом благословение после Шма, они уже слова Мелаха Улам не имеют. И обычно структура таких благословений такая, что сначала благословение имеет барух в начале и в конце, как мы видели в брохе Ашер Яцар, а уже следующая броха, ее структура только в конце имеет баруха Таашем, то есть начинается с какой-то молитвой и заканчивается хотимой баруха Таашем Амахазим Нишамотли в Гарим Метим, как мы еще переведем. И, на мой взгляд, связь между этими двумя благословениями Ашер Яцар и Элукани Шамаш Натуби, кстати, каббалисты объясняют, что есть действительно и духовная связь между ними, но, на мой взгляд, простой смысл связи между ними в том, что первое благословение было на физическое, а второе на духовное. Заметьте, как интересно, да, Ашер Яцар говорила, восхищалась броха тем, как Всевышний создал наше тело чудесным образом, постоянно делал чудеса, чтобы наше тело могло существовать. А эта броха говорит о нашей душе, которую он вдохнул в наше тело. Поэтому неудивительно, что эти брохи идут в паре. И, кстати, многие люди читают каждый день 13 принципов веры, которые собрал Рамбам, но основные эти принципы, они взяты из учений, конечно, до Рамбама, из учений, в том числе, Талмуда и из письменной Торы. Во всяком случае, многие люди читают их каждый день, но не все их читают каждый день. Так вот, что интересно, на самом деле, наши молитвы, которые создали еще мудрецы Талмуда и раньше, да, и мудрецы Великого Собрания, наши, в том числе, благословения, включают большую часть этих принципов веры. Фактически, мы не просто их декларируем, мы их упоминаем в наших молитвах. Вот подумайте, мы говорили на прошлом уроке насчет брохи Ашарьяцар, что она указывает, в том числе, на то, что есть создатель. Слишком сложно наше тело, прекрасно выполненное тело, которое умеет невероятные вещи, да, и все так красиво связано, восхищаясь тем, как создано было наше тело, мы фактически приходим к мысли, что есть Творец. Это первый принцип веры. А вот здесь, в этом, в этой брохе, во всяком случае, упоминается Тхиятамитим, да, в каком-то смысле упомянут последний принцип веры, возвращение мертвых к жизни. Итак, переведем это благословение. Элокай, запятая, да, здесь нельзя говорить подряд, потому что иначе выглядит, как будто говоришь, элокай нишама, что моя душа, мой Бог, хасу шалам, да, имеется в виду элокай, запятая, обращение ко Всевышнему. Нишама шената таби, душа, которую ты мне дал, тагораги, она чистая. Сифардим не произносит слово ги, просто тагора, она чистая. Да, очень важно, что мы имеем незапятленную душу, и наша цель ее оставить такой же чистой в течение жизни. Иначе, если человек грешит, как каббалисты объясняют, верхние части души просто покидают связь с телом, а нижние загрязняются. Нишама – это один из более высоких уровней души. Нишама, она не может быть нечистой, мы можем только потерять с ней связь, как бы, это как стулб душ, можно сказать, с небес доходит до нас. Вот самые нижние связаны с телом, а более высокие, они соединяют нас с духовным. Наша душа, она чиста. И дальше слова, которые написаны после этого, согласно каббале, согласно Аризалю, соответствуют разным уровням души как раз. Ата барата, ата яцарта, ата нефахта би – это супротив трех уровней. Барата – это брия, супротивный шамы, более высокий уровень души. Яцарта – это супротив мира яцира, мир ниже, чем брия, средний мир, супротив которого душа называют, каббалисты, ее руах – дух. И, наконец, ата нефахта би – ты вдохнул ее в меня, это самый низкий уровень души, который прямо в теле, это нефеш. Ви ата атид лит лами мени – и ты в будущем заберешь ее у меня, в смысле из тела душа уйдет, покинет тело. Но это не навсегда, потому что у ля хазира би ля атид лаво, но вернешь ее назад в будущем, в далеком будущем снова вернутся души в тела. Коль зман, все время, шани шама би кирби, что моя душа со мною, во мне дословно, внутри меня. Моде ани ли фанеха, я благодарю тебя, опять же, женщины, им следует говорить, мода ани ли фанеха в женском роде. Очень редко бывает в молитвах что-то в первом лице, где есть разница между мужским и женским родом. В святом языке не всегда есть разница между мужским и женским родом, но в первом лице, когда человек говорит, я делаю что-то в настоящем времени. Если это прошедшее время, кстати, тоже там нет разницы. А вот в настоящем времени есть разница, и вот есть всего несколько молитв. Мохелет вместо мохель, где женщине нужно говорить в женском роде. Мизаменет, если она произносит молитвы. Мамина, я верю, если она 13 принципов веры читает. В большинстве молитв ничего менять не нужно. Значит, мудэ ани ли фанеха, я благодарю тебя. А шэм элокаев элоке аватай, мой Бог, Всевышний мой Бог и Бог моих отцов. Это подчеркивает обычно, во многих молитвах подчеркивается, что Всевышний Бог наших отцов, чтобы подчеркнуть, что наша традиция, да, что мы не просто сами нашли Всевышнего, как Аврагама, а что у нас есть также традиция про отцов. Наша связь со Всевышним и связь через традицию. Наш Бог и Бог наших отцов. Баруха Таошема, вот здесь, наконец, то, что делает это Брохо, и до сих пор, если бы не было последних слов, это была бы просто молитва. Брохо обязательно имеет слово Баруха Таошем, как мы обсуждали. В данном случае, Хатима только в конце, Баруха Таошем, благословенный Всевышний, Хамахазир Нишамотли в Гариме Тим, возвращающий души в тела умерших. Брохо это установлено сразу после сна, как Талмуд в трактате Брохо обсуждает, потому что немножко сон считается, как маленькая смерть, да, что душа тоже покидает тело временно, частично, не полностью, но ослабевается, скажем так, связь между душой и телом во время сна. И, соответственно, да, как говорит Талмуд, сон это одна шестидесятая смерти. Поэтому эту Броху установили, да, Махазир Нишивотли в Гариме Тим, когда мы, так сказать, перезагрузили, опять же, свое сознание утром, то одна из первых молитв, одна из первых, собственно, первая упомянутая в Талмуде молитва утром, это Элакани Шамашина Татуби, возвращающие души в тела умерших. В настоящем времени это сказано, да, хотя основное возвращение души будет в будущем, но и сейчас тоже каждый день происходит своего рода мини-цхиета митим, да, поэтому в настоящем времени Махазир Нишамотли в Гариме Тим. Если вам нравится это видео, жмите лайк.